Коллеги, добрый день. Зовут меня Мария Нинашева. Я являюсь руководителем проектов, действующим консультантом-аналитиком. Основные мои направления, в которых я работаю, это документооборот и оперативный учет, конфигурация обычной ERP и управление торговлей. Та часть, которую как раз мы сегодня будем разбирать. Сегодня я являюсь сразу и спикером и модератором, то есть запускаю вас в вебинарную комнату я, слежу за чатом тоже я самостоятельно. Так люди у нас подключаются и подключаются. Поэтому, если я вдруг где-то не увидела ваш вопрос, его все равно стоит задавать. вопросы задаем в чат, потому что людей у нас много, голосом мы сегодня так не справимся. Вот задаем в чат вопросы тогда, когда они у вас возникли. По ходу вебинара я постараюсь максимально их включить в свой рассказ. Если вдруг мы какие-то вопросы по пути в рассказе не разобрали какие-то вопросы, мы их разберем в конце вебинара, оставим для этого время. Ну и если вдруг уж там бывает, там в конце вебинара у нас вскакивают какие-то вопросы в чат, там вылетают, то на эти вопросы мы тоже ответим. Ответим на них в рассылке. Собираем такие вопросы, отвечаем в рассылке. Иногда бывают вопросы, на которые невозможно ответить в рамках вебинара. Специально для этого мы предусмотрели встречу, которую можем провести с любым участником нашего вебинара и разобрать конкретно ваш вопрос, ваш кейс. То есть, это бесплатная встреча для вас. Вы задаете свой вопрос, рассказываете свой кейс. Мы его подробно с вами разбираем, вырабатываем какое-то решение и рекомендации. Дальше уже вы можете самостоятельно или с нашей помощью данный вопрос решать. В любом случае, встреча у вас есть. Запись вебинара будет. Часто спрашивают, начинают записывать вебинар. Можете параллельно записывать. Запись вебинара будет. Так. И мы ее вам с рассылочкой направим. Вот будет запись вебинара, будет презентация. Будут ответы на вопросы, которые мы не успели разобрать. Будут наши контакты, по которым вы всегда сможете задать вопрос, просить там, разобрать ваш кейс. Мы всегда на связи. Вот. Так. А если вас вдруг отключило от вебинара, ничего страшного. Я вас подключу. Только, вероятно, придется немного подождать. Потому что, ну, если вдруг сразу не запустила, значит, я просто вас не вижу. И увлеклась своим монологом и не заметила. Поэтому не отчаивайтесь. Чуть-чуть повисите. Я вас обязательно запущу вебинар. Так. Ну, по организационным моментам я, наверное, все рассказала. А я сейчас, чтобы не отвлекать вас своим внешним видом лицом, не заполнять экраны. Я тогда сейчас видео отключаю. И мы оставляем тут нашу презентацию. Вот. Перейдем уже непосредственно к нашему вебинару. К теме нашего вебинара и к тем вопросам, которые мы сегодня будем разбирать. Тема нашего вебинара сегодняшнего. Это правиль продаж в 1СРП 2.5. Наш сегодняшний вебинар, он достаточно объемный. То есть здесь у нас собраны все темы, которые включают у нас правиль продаж. Что в себя, в принципе, включают правила продаж. И разберем все по пунктам, по каждому пункту, все, что у нас включено. Далее у нас планируется уже более подробные вебинары по правилам, продаж. Уже более точечно. То есть мы будем кейсы разбирать, конкретные цепочки по соглашениям, по ценообразованию, по финансовым условиям, логистическим условиям. То есть по всем этим моментам мы будем делать отдельные вебинары с кейсом, с проработкой в системе. И уже будем с вами более точечно разбирать, потому что тема очень объемная. Сейчас у нас такой вступительный вебинар в эту тему, чтобы понять, что у нас сюда включено. Сегодня у нас очень много информации, ее проработать. Постараюсь максимально ее систематизировать. Поэтому все вопросы, которые у вас будут, пожалуйста, пишите в чат. Если даже сегодня не разберем, не успеем, мы будем в рассылке. И я их включу уже в дальнейшие вебинары. Это у нас будет январь-февраль, когда мы будем уже более подробно, прям с учетом всех ваших пожеланий разбирать прямо на кейсах. Сегодня у нас такой более теоретический вебинар. Для начала, наверное, стоит сказать, насколько важно определить правила продаж при внедрении системы и понимать, насколько они важны при эксплуатации. Что очень часто происходит, с чем мы сталкиваемся, когда к нам приходят заказчики на сопровождении, либо когда мы начинаем внедрять какую-то еще систему и начинаем настраивать интеграцию с ERP, и у нас всплывают разные вопросы. Часто понимаем, что у заказчика не выработана система правил продаж. То есть на старте не определены те разрезы, в которых происходила настройка правил продаж, и происходит полная каша. Менеджеры создают документы, заказы, реализации, и туда подтягивается непонятно что. Где нужно потянуть соглашение, где нужен договор, что именно прописано в договоре, а что в соглашении. У сотрудников вообще полнейшая каша, поэтому у нас подтягиваются некорректные значения, некорректные правила. Далее они тянутся в заказ, далее они по всей цепочке документов проходят, и у нас получается некорректный учет. Никто не может понять, что же такое происходит. Страдает склад, особенно если он неордерный. И, ну, в общем, это прям большая-большая проблема. А все из-за того, что мы изначально не можем, ну, не определили, что мы будем использовать, что не будем использовать, что для нас важно. и не разграничили для себя, для пользователей, что, где указывается и для чего. То есть, ну, может быть, обучение произошло там неполно. И пошли не те данные заноситься, не те соглашения выбираются, даже если они настроены корректно. И все-все данные у нас едут. Поэтому вот эта вот система, что есть, что в наших правилах продаж, оно должно вот прям четко вложиться в голове. И прям вот как 1, 2, 3, 4, что куда у нас включено, что куда входит и что где указывается. Так, посмотрим на правила продаж, может быть, немножко схематически, чтобы у нас в голове вот это отложилось. В правилах продаж у нас включаются в себя ценовые условия, это у нас скидки и цены, финансовые условия, это графики оплат, валюты взаиморасчетов, детализация расчетов, минимальная сумма заказов. Это наши логистические условия, это обеспечение и отгрузка. В правилах продаж также могут включаться условия выполнения обязательств по своевременной оплате товаров клиентами. Ну и при этом может использоваться запрет отгрузки по тем клиентам, которые у нас не выполняют свои обязательства. Тут мы тоже сегодня чуть дальше разберем по запретам отгрузки, что это такое, как это работает. Процесс регистрации правил продаж можно себе вот схематически разделить, чтобы мы понимали, что к чему относится. Соглашения. Соглашения это у нас цены, скидки, условия отгрузки, условия оплаты. Это некие такие управленческие критерии наших взаимоотношений с контрагентом. Договоры это у нас уже регламентированная сущность, это у нас лимит суммы и срок задолженности. И стоп-листы запрета отгрузки, они могут использоваться, не использоваться. Это списки клиентов, которым запрещены отгрузки в соответствии с правилами продаж. То есть мы опять же можем клиентов поделить на отдельные списки, кому в каких случаях мы запрещаем отгрузки, по каким правилам. Потому что клиенты тоже могут у нас ранжироваться. И чтобы не грести их под одну ребенку, понимая свои приоритеты по клиентам, мы можем здесь уже регулировать запрет отгрузки по различным спискам клиентов. Так, давайте немножко проведем перекличку. Что-нибудь мне в чате напишите, видно ли презентацию. Я смотрю, там у нас много людей подключается. Я вот не пойму, либо их выбивают, либо это у нас новые участники. А вот напишите, не выбивают ли из-за вебинара. Так, я вижу, да, что видно, все хорошо. Так, принимаем людей, достаточно много подключается с опозданием. Ага, все, все ок. Это значит, у нас задерживаются люди. Так, мы уже проговорили. Получается, что у нас правило продаж регистрируется в соглашении с клиентами. Для каждой группы, ну, то есть мы можем поделить по группам, сегментам и настраивать правила продажи для отдельных групп и сегментов наших клиентов. А также мы можем для каждого свои правила также устанавливать. То есть у нас могут быть какие-то выделенные клиенты, для которых есть свои отдельные правила, и группа клиентов, для которых общие правила продаж. Также мы можем в соглашении нашему определять, используются ли у нас договоры при оформлении документов или не используются. То есть у нас есть две сущности. У нас есть договоры, есть соглашения. Договоры и соглашения, в общем-то, они прямо друг от друга не зависят. То есть у нас могут использоваться договоры и не использоваться соглашения, могут использоваться соглашения, не использоваться договоры, а могут использоваться, может использоваться и то, и то. Вот чтобы это понять, что нужно использовать именно вам, что подходит именно вам, нужно понять ваш процесс. То есть взять, ну вот при внедрении, допустим, или при переходе из другой системы, взять, сесть и вспомнить, что нам важно, фиксировать в системе, какие аналитики, какие разрезы у нас есть для наших клиентов. Как мы будем у нас для каждого клиента свои, допустим, коммерческие условия, продаж, скидки, цены, а может быть, ну и при этом договорные условия одинаковые, которые у нас отвечают за отсрочек платежей, или может быть мы то и то используем, как мы для каждого клиента, для групп клиентов, а может быть для всех сразу мы используем одинаковые условия и ни для кого не делаем никаких разрезов. Вот это вот нужно определить. То есть у вас должна быть некая матрица, отрисовать, понимать, что и как мы будем делить. Пока, ну то есть здесь не существует одного верного решения. Никогда при внедрении системы 1С не существует верного решения, когда мы приходим и говорим, надо делать так, 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 вот в среднем как бы по больнице, вот так оно работает. Нужно обязательно ваш процесс смотреть, поэтому при внедрении, сами ли вы внедряете, либо кто-то внедряет интегратор, вы должны понимать, что нужно сначала провести полное обследование, определить, что и как вы ведете в системе, ну ведете в принципе, то есть как у вас строятся процессы, и потом уже именно эти процессы перекладывать на систему. Только так оно работает с пониманием, что у вас будет настроено в систему. Но вернемся тогда, у нас есть договоры, есть соглашения, они друг от друга прямо не зависят. Мы можем использовать одно, либо другое, а можем и то, и то использовать. Здесь немножко мы поговорим о соглашениях об условиях продажи, соглашения между организацией и покупателем, определяющих условия продажи, товаров, оказания услуг. Ну, то есть мы все, все, что мы продаем, мы можем отражать в наших соглашениях. Передача товаров на комиссию, выполнение работ, передача товаров на ответственное хранение. Как я уже говорила, это у нас управленческий, не регламентированный характер взаимоотношений. И фиксируем мы здесь больше цены, скидки, склад поставок, срок поставки. Мы сейчас подробнее разберем каждый из этих пунктов. Для чего у нас эти условия продажи фиксируются и куда они у нас попадают? Условия продажи, которые у нас в соглашении фиксируются, когда мы с вами создаем документ продажи, то у нас автоматически все эти условия продажи подтягиваются. То есть если мы понимаем, что вот этот перечень условий продаж у нас используется для сегмента клиентов, если мы не будем использовать соглашения, ну в принципе можно и вручную для каждого забивать эти все условия при каждом документе продажи. Но это неудобно и долго. А соглашение, оно как раз-таки помогает вам один раз эти правила и условия внести. И в дальнейшем вы просто выбираете необходимое соглашение. Оно у вас подтягивает все условия, которые там заполнены и процесс у вас происходит гораздо быстрее. Вот, то есть это основное назначение у нас соглашений. Ну тут уже выбор за вами и определение, будете вы их использовать или нет. Также у нас существует контроль условий продажи, которые указаны в соглашениях с клиентом. И он у нас выполняется именно при проведении документов заказ клиента, реализации товаров и услуг. Что у нас происходит, если мы неправильно ведем соглашение, неправильно вносим условия продажи? Ну и договоры в том числе. Очень частый кейс, когда у нас менеджер начинает формировать заказы и подтягивает. То соглашение начинается полная путаница, что где, какие значения. Ожидается, что проставится одна скидка, проставляется другая. Один прайс, другой прайс. И там отсрочка платежа начинается полная каша. Ничего не понятно, почему мы так продаем клиенту. И главное бы, если это все вовремя заметить. Но когда у нас разные компании бывают с разным уровнем свободы действия сотрудников. Если у нас большой отдел, руководитель один, он полностью все уловить не может, отконтролировать. Есть только там определенные контрольные точки. То, во-первых, случайные ошибки, они могут очень сильно повлиять на, так скажем, незапланированные, внеплановые потери компании. А бывают еще и сотрудники, которые хорошо сталкивались мы с таким, хорошо ориентируются в системе. И всегда могут регулировать те же свои какие-то KPI-показатели за счет того, что они умело обращаются без особой какой-то выработанной методологии, выработанных инструкций, как им оформлять продажи. Они умело, прощаясь с системой, находят вазечки и оформляют так, как им надо. Вот, ну, часто KPI-показатели, я сама работала в продажах, ну, тогда это было не ERP, тогда это было управление торговлей, и какие вещи знаю. Поэтому руководителю очень важно понимать, что ваш сотрудник может в системе, знает ли он, как он должен это сделать, знаете ли вы, как должен сотрудник отражать продажи, что куда он должен подтягивать, какие условия продаж должны быть у клиентов, и как это проверить, как быстро там точечно проверить. То есть вот такие вещи, они должны быть в руках инструмента у руководителя. Ну, там, конечно, огромные еще перечени всяких отчетов, но, к сожалению, не всегда это динамичные вещи, которые мы можем в процессе увидеть. Мы иногда будем посмертные уже показатели, которые у нас получились. Вот, а вот это как раз вещь, как у вас настроены условия продаж, они вам дают самопроцессный результат. То есть, такую защиту от дырака, правильные настройки, которые дают защиту от дырака и от хитрого сотрудника, так скажем. Да простят меня те сотрудники, кто у нас сейчас в отделе продаж и участвует в данном вебинаре. Вот, типовые индивидуальные соглашения. То есть, все наши соглашения, я там уже упоминала, что соглашения бывают разных типов. Важно определять, какие именно соглашения хотите использовать вы, и для каких конкретных групп клиентов, либо определенных клиентов, что вы хотите использовать. Вот, по этому признаку у нас есть типовые соглашения об условиях продаж. Это тот список типовых условий продаж, которые могут быть применены для определенного сегмента клиентов. Например, это оптовые покупатели, это дилеры, дистрибьюторы, сетевые магазины, розничные магазины. Какие-то определенные еще могут быть у вас группы клиентов, сегменты клиентов, на которые делите именно вы. И вот тут тоже очень важно понимать вашу специфику. То есть, может быть, у вас нет дистрибьюторов или сетевых магазинов. Может быть, у вас есть какой-то особенный там сегмент, я не знаю, салоны красоты. Может быть, вы продаете косметику, и у вас есть салоны красоты. И у них свой процесс, у них свои условия продаж. Вы должны это учитывать, и для них вы по особым условиям продаете, чтобы максимально эффективно с ними вести взаимодействие. И это должно быть отражено в вашей системе. На момент, когда система внедряется, когда проводится внедрение, только вы, ваши сотрудники, могут знать все эти особенности. Их нужно все откопать, все понять, как конкретно их использовать в системе. Количество типовых соглашений не ограничено. Оно зависит от ваших процессов, от тех условий продажи, которые применяются на предприятии. И в каждом типовом соглашении указываются свои условия продаж. Мы о них уже говорили, что у нас туда входит. Также у нас есть возможность, если мы понимаем, что у нас не подходит никакое типовое соглашение под нашего клиента. Ну, может быть, это какой-то очень крупный клиент. Может быть, это сеть какая-то со своими особыми условиями. То есть могут быть разные ситуации. Либо там какая-то группа клиентов, которые выбиваются из общих правил, и по ним нужно по каждому индивидуально делать условия продаж. Вот тогда у нас могут использоваться индивидуальные соглашения об условиях продаж. И именно для них все эти условия выставляются. Это тут, я думаю, понятно. Указано у нас, сделаем акцент на том, что изменение типовых условий продаж, если у нас нужно под индивидуальное соглашение подогнать, то есть у нас были типовые условия продаж, теперь нужно сделать индивидуальные. То обычно у нас согласовываются условия продаж, которые для этого клиента, то есть индивидуальные критерии. Либо у нас у сотрудника должны быть полные права. Это у нас обычно через запрос на техподдержку тоже такие вещи делаются. Так, выбор варианта использования соглашения. Предусматрена возможность регистрировать типовые соглашения продаж, как для каждого клиента или для типовых условий продаж. Можно либо так, либо так. Как я говорила выше, у нас есть четыре варианта. Какие соглашения мы используем? Если мы используем типовые и индивидуальные соглашения, то есть мы можем и то, и то использовать, мы можем установить настройку только типовые соглашения. И тогда это важно тоже понять, чтобы у нас не было лишних функций в системе. Чем больше мы отключим, если у нас система, вычищенная от ненужных функций, нашему пользователю гораздо проще думать. И он не видит никаких лишних кнопок. И вероятность совершения пользовательской ошибки, она минимизируется. Когда мы, внедряя систему, исходим из того, что давайте мы включим вообще все, что возможно в системе и будем пользоваться тем, что хотим. Но вот система такая умная, ERP, она просто огромная система. Там очень много возможностей, большой кладезь возможностей пересечения всех блоков по системе. Если мы сразу все включим, мы просто сойдем с ума вот это все перебирать и думать, что у нас где связано с огромным количеством контролей и проверок. Кто использует систему, тот знает, насколько бывает сложно, особенно когда с более простых систем переходят, сложно адаптироваться к такой большой функциональности системы. Чем больше мы отключим, понимая, что нам это не нужно, тем нам будет проще. Если мы не используем индивидуальные соглашения, мы понимаем, что у всех клиентов у нас там несколько сегментов, мы их делим на эти сегменты, все укладываются у нас в эти правила продаж, то нам в принципе можно включить только типовые соглашения и не трогать настройки индивидуальных соглашений, они не будут мешаться. И также можем вообще не использовать соглашения, при этом мы будем определять все критерии, которые у нас в соглашении определяются непосредственно в документе продажи. При этом мы, допустим, можем ввести продажи в разрезе договоров, не использовать вообще соглашения и указывать правила продажи, которые определяются соглашением внутри документа продаж. Также совместное использование типовых соглашений и сегментов продаж позволяет менять нам правила продаж для изменения правил продаж. Если мы конкретному партнеру хотим, то мы можем его просто переместить в другой сегмент и у нас изменится правило продаж для этого нашего контрагента. То есть, допустим, поменялись условия вашего взаимодействия, поменялись объем отгрузок, еще какие-либо критерии поменялись. Мы понимаем, что мы хотим переместить его в другой сегмент. Автоматически все правила, которые у нас прописаны для нашего контрагента, они же прописаны для сегмента, ему присвоятся те правила, которые у нас в том сегменте, куда мы его перенесли. Причем у нас есть возможность сделать это автоматически, задать правила, по которым у нас наши контрагенты относятся к тому или иному сегменту клиентов. Для изменения правил продаж для всех клиентов из определенного сегмента мы изменяем типовое соглашение, используемое для клиентов данного сегмента и автоматически у нас все эти условия меняются. Допустим, у вас произошло внутреннее какое-то изменение регламента взаимодействия с вашими клиентами, вы поменяли коммерческие условия сразу для всех дистрибьюторов, для всех сетевых партнеров, сетевых магазинов. И сразу назначили в типовом соглашении новые правила продаж, вам уже не нужно беспокоиться, что для каких-то конкретных клиентов у вас правила продаж не применятся, они применятся в соответствии с соглашением. Также можно создавать различные типовые соглашения, если у нас отличаются условия продаж различных групп товаров, сегментов номенклатуры. Это тоже важно, потому что в разрезе номенклатуры у нас бывает, сама номенклатура у нас может обладать какими-то характеристиками индивидуальными в том же плане сроков годности, в том же плане приоритетности на какой-то период, допустим, или в принципе приоритетности. И мы можем сегментировать нашу номенклатуру, и при этом у нас есть настройка соглашения в поле сегмента номенклатуры, мы указываем для какой конкретно, для каких сегментов номенклатуры у нас действуют данные конкретные правила продаж, которые указаны в этом соглашении. Также если у нас бывают такие кейсы, когда у нас существует отклонение от условий продажи, и зачастую существуют сотрудники, которые у нас могут отклоняться от условий продаж. В общем же, для них должна быть определенная роль назначена. В общем же и целом, обычно, если у нас идет отклонение от условий продаж, то мы согласовываем это отклонение, мы можем согласовать отклонение от условий продаж. Чуть меньше мы сейчас рассматриваем процесс согласования. И все-таки произвести отгрузку с отклонением от условий продаж. Такое тоже бывает необходимо, чтобы у нас процесс наш не тормозился. Крупный клиент, либо там взял наш обычный клиент, взял там большой объем, либо что-то еще у нас какой-то приоритет конкретно сейчас, конкретно данную минуту на отгрузку, и мы даем нашему клиенту скидку. Мы даем клиенту какое-то еще условие продажи, которое его замотивирует, и мы это используем, чтобы достичь своих целей, выходя при этом за рамки правил продаж. Все соглашение мы менять не хотим, потому что данные конкретные условия, они у нас используются только при данной конкретной отгрузке. В этом случае мы можем использовать отклонение от условий продаж. Процесс создания утверждения соглашения у нас реализован через использование статусов. У нас есть статусы несогласованные действуют и закрытые. Ну, соответственно, если у нас установлен статус несогласованно, то у нас требуется согласование условий продажи, заданных по соглашению. Мы такое соглашение, которое у нас еще не согласовано, применять в документах продажи еще пока не можем. То есть оно у нас существует в системе, но применять мы его не можем. Тоже вопросы такие бывают, когда не приближается в процесс согласования, нет понимания, что у нас там происходит с соглашением. То есть мы его создаем и все, и хотим его выбрать. Оно у нас идет по процессу, и его нужно прогнать по вот этим статусам. Действует, устанавливается по умолчанию при создании соглашения. Закрыто устанавливается для соглашения условия продаж, по которым не актуально. Например, правила продаж на предприятии уже были изменены, и такое соглашение недоступно для выбора документа продажи. Но для того, чтобы история у нас хранилась, потому что у нас есть какие-либо документы продажи, которые уже существуют в системе, ссылаются на эти условия продаж, на это соглашение, оно у нас просто закрыто, не используется, но оно существует. Мы всегда можем к нему вернуться и понять, к чему у нас была произведена эта отгрузка, по каким условиям, что у нас там было проставлено. Фиксируемое соглашение правила продаж можно разделить на следующие группы. Это у нас ценовые условия, цены, скидка, валюты, цен. Это у нас финансовые условия, это валюта расчетов, график оплаты, детализация расчетов, порядок оплаты. Логические условия, логистические условия, это обеспечение отгрузка и прочие условия, которые у нас являются коммерческими. Для чего нам важно понимать, что у нас фиксируется именно в соглашении. То есть все наши правила продаж, они какие-то у нас фиксируются в договоре, какие-то у нас фиксируются в соглашении. И на старте мы должны четко понимать, где у нас что фиксируется. Хотим мы сделать аналитику по правилам продаж, хотим мы поменять правила продаж. Мы должны понимать, что у нас управленческое, что у нас регламентированное, что у нас к чему относится, где мы будем менять. Мы будем менять структуру соглашений или мы будем менять структуру договоров, куда нам нужно пойти и что-то сделать, какие последствия при этом будут у нас для нашей системы. То есть если мы наводим порядок в соглашениях и в договорах, это не просто включить галочку и идти использовать. Нам нужно понять состояние наших действующих соглашений. Все ли у нас находятся в нормальном статусе. То есть все ли у нас, что не согласовано, должно быть не согласовано. Или мы ожидаем, что они у нас будут доступны, эти соглашения в действующих. Все ли у нас закрыто, что сейчас не действует. Или оно будет мешаться нашим пользователям. То есть если вы принимаете решение навести порядок в своих условиях продаж, частая история, понять, что у вас где находится, оптимизировать, убрать все лишнее, вычистить. Вам нужно изначально понять, что есть что, где у нас соглашения, что они четко содержат, что у нас содержат договоры, что у нас здесь лишнее. Может быть, какие-то логистические условия вы не хотите в соглашениях отдельно прописывать. Они у вас все, в принципе, одинаковые. Может быть, у вас ценовые условия, в общем, простые, понятные, и вам как-то их можно упростить. И сделать не индивидуальные, без использования индивидуальных соглашений, а можно только типовые применить и сделать там два типа. Тут важны вот эти вот все моменты. Понимать, что у вас есть что. Чтобы каши в голове не было. Я сейчас делаю на этом акцент, чтобы дальше мы уже в следующих вебинарах с вами полномерно шли по этим разделам, и у вас было понимание, что есть что, почему мы именно так делим. Так, поговорим подробнее про ценообразование, ценные скидки. У нас в соглашении есть закладка условий продажи. В ней мы можем указать общий или индивидуальный вид цен. Здесь же мы определяем валюту. Вот эти настройки мы подробно с вами будем прямо на кейсе разбирать. Ценообразование – большая тема, и мы ее прямо подробно-подробно разберем на примерах. Установка индивидуального вида цены для отдельных ценовых групп у нас есть на той же закладке. Уточнение цен по ценовым группам. Для конкретных позиций на номенклатуру мы также можем устанавливать уточненные цены по конкретным товарным позициям. То есть настолько тонко, опять же, нам нужно понимать, есть ли у нас разделение, что у нас индивидуальные виды цен для групп, либо для отдельных товаров. Есть они у нас или нет. Если вы такое не используете, то вам в эти вкладки, ну, в принципе, не нужно их использовать. Мы еще с вами подробнее рассмотрим именно настройки раздела цена образования, цены, скидки. Там точно, совершенно точно есть о чем поговорить. Это такой большой, объемный раздел. Общий вид цены, указанной по соглашению, имеет не меньше приоритета по сравнению с индивидуальными. То есть индивидуальные цены, они у нас уточненные, они у нас приоритетные. И мы используем при их наличии именно индивидуальные цены. Фиксирование цен в соглашении. Цены можно и не фиксировать в соглашении. То есть если мы понимаем, что нам продажам необходимо отражать по произвольным ценам, которые у нас оформляются непосредственно в момент продажи, такое тоже можно делать. То есть в заказе клиента мы можем использовать произвольные цены, если у нас в соглашении цена это не задано. Но опять же нужно выполнить определенные настройки. И система нас об этом предупредит, что в соглашении у нас цены не определены. И далее у нас идет согласование цены. Вот это мы тоже с вами в ценообразовании разберем. Но важно сейчас понять, что у нас такой момент есть. И не всегда это используется, что мы устанавливаем цену только в соглашении. Также у нас есть с вами механизм автоматических скидок. Автоматические скидки, установка автоматических скидок, их расчет. Это тоже такой достаточно объемный механизм. Мы можем делать скидки от наценки, от объема, от разовой продажи, от объема накопленного, по каким-то критериям, по определенной номенклатуре. То есть там тоже и с вами дисконтные карты затронем, будем о них говорить. То есть мы поговорим полностью, как у нас устанавливаются автоматические скидки. Что означает автоматическая скидка? Мы задаем в системе правила, по которым у нас сама устанавливается скидка. Получается у нас документ продажи с определенным объемом и у нас автоматом пересчитывается скидка на цену, так скажем. У нас устанавливаются автоматические значения цены. с учетом скидки. Данный механизм у нас используется не всегда. Наверное, в половине случаев он у нас используется. А использование полных возможностей установок скидки, когда у нас более трех видов автоматических скидок, это прям вообще редкость. Чаще всего все-таки самые основные от объема у нас используются скидки. Ну, тут уже механизм вообще сам такой объем. Вот. Это у нас тоже относится к условиям продаж. Также у нас есть ручные скидки, которые у нас в условиях продаж также отражаются. Это тоже у нас относится к условиям продаж, к настройкам соглашений. Если менеджеру запрещено предоставлять ручные скидки, такое тоже возможно. То есть у нас какие-то менеджеры, допустим, наделены полномочиями, устанавливать ручные скидки. Какие-то менеджеры могут быть не наделены такими полномочиями. Допустим, у нас там менеджер, который занимается там ключевыми клиентами, он может устанавливать ручную скидку, определяя по конкретному кейсу, который на текущий момент у нас происходит. Обычные менеджеры, которые осуществляют продажи рядовым клиентам, общему объему клиента в среднем, здесь уже может не быть ручной скидки. Тут у нас используются автоматические скидки. И от этого точно так же это должно отражаться у нас в соглашении. Ручные скидки у нас поставляются нулевые. Вот. И возможность использования автоматических скидок. Вот. Также мы можем уточнить максимальный процент ручной скидки. Можем его уточнить в разрезе ценовых групп. Также это делается на вкладке условия продаж. Это с вами будем рассматривать. Суть сейчас важна понять, что мы можем дать нашим менеджерам возможность расставлять ручную скидку, но при этом мы ограничиваем сумму на любой процент. То есть процент ручной скидки может у вас, допустим, быть больше 15%. Далее уже, если нужно какой-то больше согласовывать процент скидки, это уже идет отдельное согласование. Эти процессы нужно также понять и рассмотреть, что вам нужно настраивать в системе, и что нет. От вашего сфера деятельности, от сферы деятельности компании очень много чего зависит. Если бизнес высокомаржинальный, то у нас бывают скидки с большим разбегом, и более 50% бывают на какие-то услуги. Скидки. Бывает низкомаржинальный бизнес, где крайне редко бывают скидки более 10%, более 15%. То есть от вашей специфики деятельности очень много чего зависит. Многие вот эти пороги зависят. Также в соглашении мы определяем, требуется ли у нас указание договора или нет. Если у нас договоры в принципе не используются, то можно прямо в соглашении задать валюту взаиморасчетов и вариант детализации взаиморасчетов. Помните, мы там сверху смотрели, что у нас может быть несколько вариантов, когда мы используем соглашения и не используем договоры, когда мы используем договоры, не используем соглашения, или когда мы используем и то, и то. Вот если у нас договоры в принципе не используются, то мы эти данные, может быть, прямо в соглашении указываем. Если договоры используются, в соглашении установлена настройка, требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре, то вариант детализации расчетов, валют, взаиморасчетов, порядок оплаты. Эти все критерии, они определяются у нас в договоре. Вот четко понимали, чтобы менеджеры, у них глаза разбегаются, что есть договор, что есть соглашение. Они не всегда в юридическом плане понимают последствия и всю цепочку. Поэтому здесь хорошо бы проводить качественное обучение для наших менеджеров, когда мы внедряем. В соглашение можно задать график оплаты, используем для автоматического заполнения этапов оплаты в заказах и нападных. Для каждого графика оплаты создается свой список этапов оплаты, который включает вариант отчета, от какой даты идет. Он идет у нас от даты заказа, либо от даты отгрузки. Потому что иногда в зависимости от сферы деятельности может быть дата заказа очень сильно разниться с датой отгрузки. И тут очень важно, как у вас идет отсрочка платежа, когда у вас начинается вот эта дата. А если у вас от заказ до отгрузки идет неделя, то эта неделя очень сильно может сказаться на состояние на состояние дебюторской задолженности, в том числе. Вариант контроля оплаты до обеспечения оплаты, до отгрузки и другое. И вариант учета отсрочки тоже. Как мы отсрочку отчитываем календарным дням, рабочим дням, производственный календарь. Но опять же, от вашей сферы деятельности зависит от ваших клиентов, зависит от вашей методологии ведения учета. И таким образом будет у нас автоматически рассчитываться дата платежей. То есть, если мы поставим рабочие дни 14, либо календарные дни 14, это совсем разные периоды у нас получат. Это стоит учитывать. Если необходимо контролировать у нас минимальную сумму заказа, которая должна быть совершена покупка клиента, то такой возможности для этого у нас есть тоже эквизит, минимальная сумма заказа. То есть, если у нас минимальная сумма заказа, не выполненная наше условие, минимальная сумма заказа, допустим, заказ должен быть на 50 тысяч рублей, минимальная у нас 43 тысячи рублей, у нас пользователь просто не сможет провести заказ, сможет провести либо пользователь, у которого есть права отклонения от условий продаж, или пользователь с полными правами, либо это такой заказ, необходимо установить статус несогласования и отправить в согласование. При этом будет запущен бизнес-процесс согласования, то есть выход у нас всегда есть, чтобы отгрузка не встала по такому документу. Клиент есть, он хочет отгрузиться. Бывают разные тоже ситуации, когда есть там свой какой-то специфичный клиент, и мы ему продаем меньше иногда, позволяем приобрести меньше минимального заказа. Может там что-то загружаем, может еще что-то, то есть по процессу надо смотреть. Также в соглашении мы можем указывать склад, с которого будет оформляться отгрузка товаров. Он будет в заказ оформляться, заполняться по умолчанию, как в общем-то и другие реквизиты. Если склад у нас не указан, то отгрузка клиента по данному соглашению может производиться с любого склада. Тут тоже по вашему процессу, как у вас распределяются товарные позиции по складам, и есть ли какое-то разделение по клиентам. А если склад указан, то при проведении документов контролируется соответствие склада в заказе, реализации соглашений. Тут важны вот эти проверки при переходе из других систем энергии. Вот эти проверки, когда у нас идет защита от ошибок, когда у нас проверяется соответствие установленных реквизитов, оно иногда замедляет работу пользователей. Поэтому до эксплуатации нужно пользователей научить, почему у нас может возникнуть такая ошибка. объяснить, что у нас есть не только сами документы, которые нужно сделать, а у нас они все взаимосвязаны в цепочке. Если выходит какая-то ошибка, можно не искать пути обхода. Такие тоже частенько у нас бывают разные варианты, когда там пользователи пытаются обойти, сделать побыстрее, особенно менеджеры. Они у нас очень активные и, как-то сказать, ищут оптимальные пути, быстро сделать. И бывает, что мы сталкиваемся с интересными схемами работы, как обойти систему, но это, конечно, ваш потом некорректный аналитик, некорректный учет. Поэтому здесь нужно максимально обучить. То есть, если у нас такая ошибка присутствует, то у нас пользователи будут соответственно оповещения выпадать сообщение, и он не сможет провести документ, только если у него есть роль отклонения от условий продаж или полные права, то тогда он у нас может провести такой документ. Если бывают кейсы, что менеджер не ошибся, а действительно нужно с другого склада отгрузить, в этом случае мы используем согласование, процессы согласования. И тоже отгрузка у нас будет осуществлена. Также мы можем указывать не только какой-то конкретный определенный склад, но и мы можем указывать и двух складов, с которыми мы можем отправить наш заказ в рамках данного соглашения. Но единственное, у нас есть здесь ограничение, если у нас соглашение не используется в работе с торговыми представителями. Торговые представители вот тут ограничение в том, что торговый представитель у нас может работать только с определенным складом, в его задании может только определенный склад указан быть. Группы складов мы здесь указать не можем, и соответственно информация, которая протягивается в системе, вся цепочка, она у нас так сделать не может, что когда у нас работает торговый представитель, мы можем указать в группу складов. Это ограничение системы. Но опять же, торговые представители у нас работают не всегда, поэтому будет ли оно именно для вас важно. При оформлении отгрузки с ордерного склада у нас предусмотрена возможность выбора способа создания расходных ордеров с разбиением по заказам и накладным или с группировкой по партнерам и заданиям на перевозку. Если у нас установлена настройка по созданию ордеров с разбиением, по заказам и накладным, то наши расходные ордера в этом случае создаются с разбиением по распоряжениям. Если у нас по распоряжению еще нет расходного ордера, то создается новый расходный ордер. Если есть расходный ордер в статусе подготовленный по распоряжению, то изменяется и этот ордер. Если же у нас расходный ордер по распоряжению в статусе больше, чем подготовлено, тут-то важный механизм работы ордеров понимать, не все его используют, то у нас создается новый ордер. По ордерному складу это совсем большая тема. Ордерные и неордерные склады мы тоже будем с вами разбирать. Это, наверное, у нас на март идет вебинар, где мы будем смотреть, для чего они нужны, как они используются, и в том числе затронем где-то соприкосновения с нашими правилами продаж. Здесь мы просто сейчас справочно подверхам разбираем, что здесь тоже важно на правилах продаж. Если установлены настройки с группировкой по партнерам и заданиям на перевозку, то расходные ордера создаются у нас в соответствии с стройками оформления расходных ордеров на складе. Собирать товары в порядке доставки и порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки. То есть тут у нас тоже настройки нашего склада они важны и связка при настройке важна, нужно ее учитывать. Также у нас с вами есть прочие условия, которые мы также можем указывать в нашем соглашении. То есть регулярно является соглашение, которое у нас заданное условие, которое мы выполняем с определенной периодичностью. Если соглашение у нас является регулярным, то в соглашении на закладке прочие условия устанавливается флажок соглашение является регулярным и определяются параметры сумма, периодичность период и количество периода. если у нас является соглашение регулярным. Так, ну с соглашениями важный момент, чтобы мы говорили с вами чуть повыше торговых представителей, еще немножко про них упомянем. Времени у нас остается немного, но чуть-чуть задержимся. Если вдруг кто-то ограничен во времени, я уже говорила, что у нас с вами есть будет запись, можете посмотреть запись. Продаж товаров через торговых представителей, при этом у нас есть свои особенности. Если у нас такие продажи существуют, мы указываем, какие у нас соглашения будут доступны для торговых представителей и соответствующий флаг у нас будет установлен в соглашении. Также у нас есть возможность использования соглашения внешними пользователями при самообслуживании партнером. Он также определяется флагом доступно внешним пользователям. Такая возможность есть, но не такая частая на самом деле. Также в соглашении можно указать сценарий планирования и вид плана, используемый при составлении планов закупок партнером и при самообслуживании. Про индивидуальные соглашения с клиентом чуть подробнее. Регистрация у нас соглашений проводится в нашей настройке системы ВНСИ и продаж и индивидуальное соглашение с клиентом. Мы можем их ввести, использовать, можем не использовать, то есть мы устанавливаем настройку. Также мы можем создавать либо из списка индивидуальных соглашений, либо прямо из карточки партнера. То есть мы создали нового партнера и создали для него индивидуальное соглашение сразу, в котором мы прописали правила продаж для него. Мы в зависимости от того, что мы используем на предприятии, какая у нас схема, мы используем либо отдельно при когда у нас только индивидуальные соглашения, либо на основании данных, зарегистрированных в типовом соглашении при варианте использования соглашения типовые или индивидуальные. У нас в первом случае, если мы только индивидуальные используем, то мы полностью вносим так же, как типовые соглашения, то есть все полностью заполняем. Во втором случае основой для создания индивидуального мы берем типовые соглашения и на него, на его основе уже изменяя те или иные условия продаж, мы создаем индивидуальное соглашение. Индивидуальное у нас будет приоритетное. То есть у нас будут основные все параметры, большинство, скорее всего, совпадать с типовым соглашением, которые у нас особые условия, они у нас в индивидуальном являются приоритетными. Согласование у нас с условиями продаж выполняется с помощью также бизнес-процесса согласования соглашений с клиентами. Отдельно согласовывают логистические, финансовые, ценовые и коммерческие условия продаж. Также есть возможность, устанавливаются для данных бизнес-процессов ответственные лица, кто у нас участвует в этом процессе согласования. Соответственно, каждое ответственное лицо отвечает за свой участок. Ценовые условия, финансовые условия, коммерческие условия, каждому ответственному, каждый ответственный согласовывает конкретно свои показатели в соглашении. Так, бизнес-процесс согласований может, соглашение может быть выполнено как в момент регистрации типового соглашения, так и в момент регистрации индивидуального соглашения. Ну, тут важно, что как раз, когда у нас есть индивидуальное соглашение, используются и те, и те соглашения, то мы можем выполнить бизнес-процесс согласования, и когда мы типовое согласовываем, и когда мы согласовываем индивидуальное соглашение. В индивидуальном соглашении нельзя изменить типовые условия продаж, если пользователь не имеет права на отклонение от условий продаж. То есть без процесса согласования мы не можем изменять в индивидуальном соглашении. То есть у нас либо должен быть процесс согласования, либо у нас должны быть полные права, чтобы просто установить новые значения по условиям продажи. Проверка правил продаж, список условий продажи, которые зарегистрированы в типовом соглашении, можно посмотреть в отчете типовые условия продаж. Отчет нужно знать и его использовать. Он дает нам полную картину, что у нас сейчас в условии продаж есть. Он позволяет у нас сравнить информацию об общих параметрах типовых соглашений. Что у нас там? График оплаты, вида цен и так далее. Можно посмотреть и сравнить значения текущих цен на дату формирования отчета, зарегистрированных в разных типовых соглашениях. То есть мы можем установить дату отчета, посмотреть, что у нас там на конкретную дату было установлено, какие условия продажи. Можем посмотреть, почему мы продали по таким условиям раньше, что у нас такого случилось. Далее. Мы подробно с вами поговорили про соглашение. Это объемная такая тема, много содержит в себе информации. Договор с клиентом, это уже мы его можем использовать, можем не использовать. Договор между организацией и контрагентом, он у нас определяет условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ. Договор у нас уже не регламентированный характер. То есть в общем мы в любом случае с вами с контрагентом наш договор подписываем, он у нас существует. И он у нас отражает наши регламентированные взаимоотношения. Там фиксируется валюта взаиморасчетов, детализация расчетов, прочие условия, которые мы используем при оформлении операций по продаже. Доступность договоров определяется функциональной опцией у нас, которая устанавливается в настройках системы. Учет по договорам можно вести независимо от того, используется соглашение или не используется. Мы об этом тоже проговаривали еще раз. У нас бывает вопрос по этому поводу. Если соглашение используется, то в соглашении определяется, что требуется указание договора. Мы выше с вами в теме про соглашение говорили, что если у нас установлены настройки, что используются и договоры, и соглашения, то у нас при создании соглашения мы должны в соглашении указать, что требуется или не требуется у нас указание договора. Вот такая связка у нас есть. Есть оформление договора с клиентом. Мы можем оформить из списка договора в разделе продаж НСИИ. В договоре мы указываем информацию всю юридическую нашу о сторонах, которые заключили договор. Это организация, от имени которой оформляется договор. И контрагент, юридическое, физическое лицо, сторонняя организация. В договоре также мы указываем информацию о покупателе, партнере. То есть у нас есть юридическое лицо или юридическое лицо, это наш контрагент. Есть у нас партнер. Тоже отдельная тема по введению справочников партнера и контрагента. Они у нас могут совпадать, могут не совпадать. У нас уже было, мне кажется, уже в прошлом году мы ввели вебинар на эту тему. Может быть, в следующем году повторим. Если предполагается работа сети и магазинов, то как раз-таки у нас партнер может отличаться от контрагентов. В договоре также определяется вариант детализации расчетов. Например, по договорам, по заказам, по расчетным документам. Очень важно понимать, какая у вас детализация расчетов. Часто сталкиваемся при переходах с одной системы на другую. Что в старой исторической системе мы ввели учет в разрезе, допустим, по договорам. А в текущей системе мы хотим ввести учет по заказу. Вот тут важно, как мы будем эту информацию теперь перекладывать и как делать связку. Запрет отгрузки по произвольным условиям. Стоп-листы. Это очень важная возможность запрещать отгрузку клиентам, которые у нас входят в определенный сегмент партнеров. Стоп-лист. Такая возможность у нас опциональная. Она у нас включается в настройках системы. То есть по умолчанию она у нас не настроена, не установлена. Что такое стоп-лист? Стоп-лист – это сегмент клиентов, в котором у нас включены клиенты, отгрузка которым запрещена при определенных условиях. Включение в стоп-лист может производиться вручную или автоматически при выполнении условий, которые могут индивидуально настраиваться на каждом предприятии. Например, в стоп-лист автоматически включаются те клиенты, которые имеют просроченную задолженность. Ибо там определенные критерии просроченной задолженности. Дополнительно в стоп-лист могут также быть вручную добавлены какие-либо ненадежные контрагенты. Допустим, у вас служба безопасности проверяет периодически контрагентов и добавляет в стоп-лист тех, кто вызывает сомнения, либо уже кто себя проявил как неблагонадежный. Такая практика существует и достаточно большая. Способы формирования сегмента запрета отгрузки. В сегментах запрета отгрузки можно использовать два способа формирования. Это формировать сегмент вручную или периодически обновлять. При этом можно использовать все те типовые схемы компоновки данных, которые у нас применяются в сегментах клиентов. То есть по продажам, по расчетам, по взаиморасчетам. Информация о сегментах запрета отгрузки у нас отражается на отдельной закладке списка сегмента клиентов. То есть мы их видим. Отдельная вкладка у нас по сегментам клиентов, сегменты запрета отгрузки. Мы их можем просматривать, контролировать, понимать, что у нас там с вами происходит. Включение и исключение клиента из сегмента запрета отгрузки. Из карточки клиента можно включить его в сегмент запрета отгрузки или исключить из сегмента запрета отгрузки. В правом включении и исключении сегмента у нас обладает пользователь, которым есть доступна, назначена отдельная роль добавления изменений сегментов в партнер. Обычно это ответственные лица, которые у нас занимаются именно этой задачей. И мы можем, мы наделяем нашего ответственного сотрудника именно этой функцией. То он должен нас контролировать и актуализировать списки стоп-листов. При вхождении клиента сразу в несколько сегментов запрета отгрузки применяется следующее правило. Клиенту запрещена отгрузка, если он включен, хотя бы в один сегмент запрета отгрузки. Клиенту разрешена отгрузка, если он не включен, ни в один сегмент запрета отгрузки. То есть если у вас два сегмента, в которые включен клиент, один из одного сегмента он выходит, то есть там запрет отгрузки снимается, но остается по второму сегменту, то отгрузка ему запрещена. Мы не можем его грузить. Информация о том, что клиенту запрещена отгрузка, будет отображаться в коммерческих предложениях заказов клиентов на укладных, чтобы мы об этом не забыли. Отгрузить товар клиенту, которому запрещена отгрузка, имеет возможность только те пользователи, для которых указана дополнительная роль реализации клиента в входящем сегмент запрета отгрузки. Бывают ситуации, когда у нас план выполнить нужно, когда у нас объем, чтобы не потерялся, то есть связанный с нашими бизнес-процессами. Здесь мы не запрещаем нашим, отгружаем нашим клиентам, даже когда у нас они входят вне запрета отгрузки, но должны это осуществлять определенные люди. Так, мы дошли с вами до завершения. Еще раз пройдем, посмотрим, что же мы сегодня разобрали. Если есть вопросы, пишите их в чат. Мы сегодня разобрали, что включено у нас в правила продаж, что включается в правила продаж. Разобрали большую тему соглашения об условиях продаж, что у нас туда включено, это цена образования, финансовые условия, логистические условия, прочие условия. Также мы разобрали отдельные индивидуальные соглашения с клиентами, разобрали согласование, соглашение об условиях продажи, проверка правил продаж. Мы разобрали не такую большую, но важную тему договора с клиентами и разобрали тему запряток в русский по произволенному условию. В январе и феврале мы будем эти темы прорабатывать более детально, то есть более узко. Берем ценообразование, разбираем ценообразование, конкретно есть практически, как мы устанавливаем цены скидки. Может быть даже мы отдельно будем выделять скидки отдельно цены, потому что обе темы они достаточно большие. Ну и так по всем темам мы с вами пройдем, чтобы эту тему очень-очень подробно разобрать. Так что следите за нашими анонсами. Сейчас я видео свое восстановлю, чтобы вы меня видели, я вас не вижу, вы меня по крайней мере видите. Сегодня я благодарю вас за внимание. Мы чуть перелимитили время, но я очень старалась ложиться. И сегодня важно было максимально полно все рассказать, поэтому даже с учетом, что не успевала, я все равно постаралась выдать все, что я хотела. Так что хорошего вам дня, с наступающими праздниками, всем до свидания. Продолжение следует...